Большинство из обратившихся за медпомощью уверяют, далеко за пределы города они не выезжали, а значит, коварные кровопийцы поджидали своих жертв в парковых и лесопарковых зонах. По словам специалистов, клещи, которые раньше жили исключительно в густых лесных зарослях, сегодня активно осваивают городскую черту. Несмотря на то, что проводятся очень большие работы по благоустройству, и все наши требования по проведению санитарно-профилактических мероприятий, и предупреждающих распространение размножения клещей проводятся, тем не менее клещи продолжают ползти все глубже и глубже, проникать внутрь города и заселяют даже центральные улицы. Укус клеща опасен потенциальными последствиями. Членистоногие являются переносчиками серьезных болезней, среди которых энцефалит и лаймборелез. Именно поэтому так важно сделать все, чтобы остановить кровопийцы еще на подступах. Нужно помнить о том, что это тот период, когда, во-первых, нужно уже защищать себя от клещей. Напоминаем и о соответствующей одежде, и о репеллентах, которые должны использоваться. Это то время, когда нужно проводить обязательно традиционные мероприятия, мероприятия по борьбе с грызунами и в городе, и в сельской местности. Это то время, когда мы можем провести все возможное для того, чтобы ликвидировать места убежищ клещей. Не лишним будет напомнить, если вы обнаружили клеща на себе или близких, паниковать не стоит и гораздо продуктивнее обратиться за медицинской помощью или снять членистоногие самостоятельно, воспользовавшись пинцетом или обыкновенными нитками. Затем клеща можно сдать на анализ, а пострадавшему желательно посетить участкового терапевта или инфекциониста. Врачи при необходимости назначат курс профилактики.